С резким потеплением снежные глыбы стали срываться с нечищенных крыш. Мы уже показывали, как едва не погибли мать с ребенком, которые смогли уклониться от упавшей с крыши снежной глыбы. На других улицах были раздавлены два автомобиля. И вот сегодня раздавлена еще одна машина в центре города на улице Рождественской. Снег с крыши съехал и раздавил ее, можно сказать. Крышу смяло, вы же видите, он ее даже прогнул вниз. Я не знаю, там сяду я сейчас, нет ли. Багажник тоже вмяло внутрь, стекло выдавило, вылетело одно заднее. Это снег с крыши частной стоматологической клиники Волоховой Анны Сергеевны. Чистить, по идее, должны они сами, но вот за зиму ни разу. Пока, слава богу, никого не убило. Но зато машину мне изуродовало. Вот этот житель здесь живет. Он эту машину здесь ставит каждый год и прекрасно знает, что здесь падает снег. У нас там в явлении всегда висело, что здесь осторожно не ставить, потому что это вообще опасное очень место. Никаких объявлений я не видел. И он всегда это знает, что здесь падает снег. Мне очень жаль. Если здесь это наше будет, то мы согласны вернуть какую-то компенсацию. Но я не считаю здесь вообще-то свою вину. Ну, нужна экспертиза, я думаю, должен делать экспертизу. Да, я уже вызвал оценщика. Да, и потом нужно мне еще проконсультироваться тоже с юристами. То, что крышу не чистят никогда, это вот, ну, хозяйка подтверждает. Мы не чистим, потому что в этом нет необходимости. Почему вы не чистите снег с крыши, особенно в этом году? Ну, во-первых, мы не так много зарабатываем, если честно. А во-вторых, снег, как правило, никому не мешает. То есть он на людей, он не падает, потому что у нас две дорожки вы видели, две тропинки в одну и другую сторону. То есть он никому не мешает.